Около двух недель назад Рунет потряс не самый привычный инфоповод. В сети появилось разоблачение сверхуспешного никогла от стримера Рома Макривского, в котором креатора обвинили в серьезной накрутке зрителей на трансляции, активности в чате и статистике для рекламодателей. По мнению разоблачителя, на протяжении трех с лишним месяцев Коля имитировал сумасшедшие цифры и ставил новые рекорды на русском Твиче благодаря слаженной работе профессиональных накрутчиков. А благодаря накрутке статистики для рекламодателей ему удавалось зарабатывать миллионы рублей. Хоть в разоблачении было достаточно пруфов, доказывающих факт накрутки стороны креатора, у меня, как думаю, у вас все равно осталось достаточно немало вопросов, связанных с технической стороной данной истории. Как возможно накрутить несколько сотен тысяч сообщений в чате за одну трансляцию? Как возможно накрутить несколько десятков тысяч зрителей? Как возможно накручивать немаленькое количество успешных переходов по рекламе и определенных действий внутри сайта, за что рекламодатель платит стримеру немаленькие деньги? Сколько это будет стоить организовать и как сложно все это реализовать? Я решил связаться с Романом Акривским и создателем стримерского новостного паблика Stream Insight ВК Алексеем Коди. Ребятами, которые создавали данное размолчение, занимались сбором материала. Также проконсультировался с специалистами, которые имеют представление, как можно организовать такой масштаб накрутки на Твиче. Все это для того, чтобы полностью разобраться в трех главных темах. Накрутка зрителей, накрутка чата и разбор рекламодателей путем накрутки успешной статистики. Полностью разбираемся в технической части, простым языком и оцениваем, насколько реально самому организовать настолько масштабную историю. Как появилась накрутка на Твиче? Неужели разработчики платформы сами дали такую возможность и теперь не могут ее убрать? Как создать дико активный чат на пустой трансляции? Как накрутить несколько десятков тысяч зрителей? Сколько это будет стоить? Сколько понадобится средств для создания топового стримера за пару месяцев? Можно ли масштабировать такой бизнес? Каким образом можно заработать несколько миллионов рублей на рекламе без реальных зрителей? Действительно ли Никоглай накручивался в десятке, а то и сотне тысяч зрителей? Насколько это возможно? Разбираем техническую сторону накрутки на Твиче в 2020 году. Приятного просмотра! В последнее время Твич привлек много внимания со стороны ру-пользователей интернета. Рекламировать в тиктоке свои стримы на Твиче и мотивировать случайную аудиторию подписываться становится модно. Именно поэтому в телеграм-канале «У соседу лучше» специально под это видео была выпущена статья про то, как стартануть и начать зарабатывать на Твиче в 2022 году. Только на этот раз полностью легально, не нарушая правил платформы, не прибегая к накруткам. Важна ли для старта пресловутая красивая картинка, каким легальным методом увеличения онлайна стоит прибегнуть в самом начале своего стримерского пути? Как можно монетизировать аудиторию? На какой ежемесячный заработок можно рассчитывать при маленьком онлайне? Все это вы сможете прочитать в статье от соседа. Сама статья написана из материалов, размещенных в открытых источниках, и многим из вас может помочь при желании начать стримерскую деятельность. На канале у соседа лучше выходит большое количество другого полезного контента, который поможет вам сдвинуться с места и начать зарабатывать в интернете. Например, как открыть свой бот-магазин без больших затрат, или пример заработка на нашумевшем NFT. В общем, контент действительно стоящий. Ссылочка на канал соседа находится в описании. Статья про старт на Твиче находится в закрепе... Ээээ... Телеграм-канала. Успехов. Существование накрутки на Твиче не является сюрпризом. В 2020 году небольшой стример получил 4,5 миллиона подписок всего за одни сутки. Кто-то просто хотел отомстить ему и спровоцировать блокировку канала. Но самое удивительное заключается в том, что Твич целые сутки не останавливал такой безумный автоматизированный рост. Да, в начале 2021 года платформа производила зачистку фейковых аккаунтов и удаляла более 7,5 миллионов учетных записей. Но согласитесь, все это выглядит как генеральная уборка раз в полгода в самом грязном общественном туалете. Может быть, проще было бы всегда поддерживать уровень чистоты? По мнению некоторых накрутчиков, Твич не особо заинтересован в этом, ведь накрутки почти никак не мешают его функционированию. Монетизация на Твиче в большинство случаев основана на целевых действиях аудитории, а боты не нажимают ни на баннеры, ни на рекламные ссылки. Следственно, накрутка не приносит никаких финансовых потерь и сдержек платформе. Хотя официальная статья на Твиче говорит об обратном. Чем больше просмотров собирает трансляция, тем больше доход за рекламу. А если мы говорим о повышенной нагрузке на сам сервис, то объяснение еще проще. Твич – продукт Амазон. Компания с самими большими серверами и вычислительными мощностями в мире. Так что перегрузить такую махину будет как минимум трудновато. Но самое интересное заключается в том, что Твичи вовсе будто бы провоцируют пользователей осуществлять накрутку. АП сервиса позволяет проводить несметное количество операций с одного АП адреса одновременно. Может быть, разработчики не могут пофиксить данную уязвимость без удаления других полезных и важных возможностей внутри Твича, но четкого и ясного объяснения такому явлению найти у меня все-таки не получилось. Зато получилось выяснить детали, каким образом откуда появилась технология накрутка активности в чате. Ее создал сам Твич и расшарил в открытом доступе. Прямо сейчас на сайте платформы в разделе для сторонних разработчиков лежит статья с открытым кодом для создания ботов-помощников, которые в теории должны отвечать лишь на команды, которые другие пользователи прописывают в чате трансляции и получают в ответ информацию. Также вместе с кодом идет четкая инструкция по использованию настройки такого бота. Именно эта статья стала основой для создания нынешних ботов-накрутчиков, которые успешно имитируют активность в чате любой необходимой нам трансляции. Так что же нам понадобится для осуществления подобной накрутки, кроме того самого заветного бота? Нам нужно будет закупить логин токена необходимого количества Твич аккаунтов. Они могут продаваться на специализированных ресурсах в среднем по цене 1 рубль за аккаунт. Токены образуются при входе в аккаунт Твича и позволяют осуществлять авторизацию с помощью программного кода. Именно через них мы будем подключаться к трансляции под видом обычных пользователей. По факту, используя открытый код немного знаний по программированию и наличия логин токенов, мы можем создать алгоритм, позволяющий брать по одному такому логин токену из заранее подготовленного файла, через него подключаться к выбранной трансляции, писать сообщение и тут же выходить со стрима. Аналогичный алгоритм мы можем сразу же провернуть и со следующим логин токеном и так далее. Таким образом создается бегущий чат с определенным заданным нами набором сообщений. Самое интересное, что Твич позволяет нам осуществлять все эти манипуляции с одного и того же IP-адреса, а количество используемых аккаунтов на практике может составлять около 200 штук. То есть в теории стример может одновременно вести трансляцию, наполнять чат активом, не используя никаких прокси и VPN, ведь Твичу просто нет дела до пресечения таких операций. При всем вышесказанном важно также отметить, что заходящие в чат боты даже под видом реальных пользователей не засчитываются Твичом как зрители, так что мне на ум пришел достаточно интересный ход. Я решил попробовать повторить такой эксперимент на заранее созданном пустом Твич-канале и выяснить, как отреагирует платформа на такую ярую активность с почти нулевым онлайном. Для эксперимента мы пригласили Коди админа сообщества StreamInsight, он использовал то же самое ПО, что по заявлению разоблачителей, когда-то находилась во владении команды Nikaglai, именно поэтому мы сумели настроить автоматизированную рассылку сообщений от сотни аккаунтов почти что одновременно. Как оказалось, запустить стрим с подобным активом может даже только-только зарегистрировавшийся пользователь. Даже на такую очевидную, весьма неприкрытую накрутку активности чата, с одного IP-шника Твич не обращает никакого внимания. Но если с одного IP можно запустить чат в пару сотен аккаунтов, то что будет с вашим стримом, если вы попросите установить данное ПО своих друзей и знакомых? Десяти устройств с запущенным ПО могут принести вам уже пару тысяч активных аккаунтов в чате, а если этого вам недостаточно, то на помощь могут прийти прокси-сервера, то есть уникальные IP-адреса, плюс виртуальные машины, плюс несложный программный код, которые вкупе могут дать вам нескончаемый поток сотен тысяч сообщений в чате на пустой трансляции. Итак, мы уже встали на верный путь успешного стримера, но у нас все еще нет зрителей на трансляции, ведь, как я уже отметил, показатель зрителей никак не зависит от такой накрутки активности в чате. Первая мысль, которая пришла мне в голову, была достаточно очевидной. Твич позволяет писать одновременно в чат с двухсот или более аккаунтов, использовать за один и тот же IP-адрес. Может быть, получится сделать что-то подобное легкое и со зрителями на самой трансляции? Что ж, я оказался неправ. При попытке зайти на нашу тестовую трансляцию с другого браузера или открыть стрим в инкогнито окне, показатель просмотров никак не менялся, то есть доступная при накрутке чата уязвимость все же оказалась неактуальной для набора реальных зрителей. Самое интересное здесь заключается в том, что дополнительный зритель не появляется даже при включенном в другом браузере VPN. Вероятнее всего, необходимо использовать софт по смене ID компьютерного железа или устройства, а также подмену данных о браузере, чтобы Твич окончательно не смог распознать накрутку. Но есть ли иной, может быть, более сложный способ накрутить себе зрителей на трансляцию? Тысячу зрителей? Может быть, десять тысяч? А может быть, несколько десятков, а то и сотен? В теории все тоже достаточно просто, однако в этот раз, кроме несложного кода и пары сотен токенов, нам понадобится какой-никакой уровень найти подготовки и огромный бюджет. Программа запускается на виртуальной машине, после чего осуществляет подключение к трансляции не только через логин токен, но и с помощью прокси-сервера, в том числе постоянно меняя ID устройства. Прокси-сервер в данном случае выполняет функцию знакомого вам VPN или маста в турбраузере, то есть позволяет накрученному зрителю иметь уникальный IP и, соответственно, обойти систему блокировки накрутки Твича. Аналогичная история со сменой ID устройства и данных о браузере, ибо, как оказалось, Твич тоже считывает и запоминает данную информацию, не позволяя увеличиваться счетчику зрителей и подниматься в топ. Как вы уже догадались, подключение всего этого также позволило бы увеличить активность чати, так что данный алгоритм позволит вам не упрашивать друзей установить подозрительного бота себе на компьютер, а выполнять все задачи дистанционно и автоматизировано. Все вышеописанные действия повторяются удаленно на необходимое вам количество виртуальных машин, что и приводит к постепенному окрашиванию ваших волос в черно-белый цвет и установке легендарных рекордов на Твиче. Ха-ха. Ну а если серьезно, то простота механизма работы такой накрутки заставляет задуматься. Если все действительно так легко, основной проблемой является лишь написание необходимого для таких задач ПО, почему рынок накруток все еще не переполнен предложениями о быстрой славе для начинающих стримеров? Вообще-то сервисов по накрутке просмотров на Твиче в Рунете более чем достаточно, однако ни один из них не предлагает накрутку более тысячи пользователей за раз. И то мне не удавалось заказывать более 100 зрителей, когда я проводил эксперимент со стримершей в бассейне. Почему так? Возможно, сервисы по накрутке боятся привлечь внимание Твича, а может это просто слишком затратно. Да, затратно. И очень геморройно все это поддерживать в рамках открытого для всех веб-сервисов в таких больших масштабах. А если поддерживать, то стоить это будет для потребителя очень немаленьких денег. Для создания успешного механизма накрутки в промышленных масштабах лучше использовать мощные физические сервера, стоимость которых может варьироваться от нескольких тысяч до вплоть нескольких сотен тысяч рублей в месяц в зависимости от ваших целей. Нам, конечно же, потребуется много оперативной памяти, ведь наш алгоритм подразумевает одновременный заход на трансляцию с разных аккаунтов. Нам потребуется огромное количество хороших, качественных прокси, которые еще не были запалены в интернете. Ведь многие сервисы, в том числе и Твич, отслеживают нежелательные опишники и блокируют их на своих ресурсах. Для накрутки 50 тысяч зрителей в идеале иметь в запасе чуть более 400 тысяч проксей. Ведь, скорее всего, как обычно, часть из них отвалится, где-то будут возникать проблемы, и придется перезаходить за другой аккаунт, используя уже новый прокси-сервер. А часто используемые прокси вовсе попадают в бан. Также важно помнить, что наши прокси должны содержать IP-адреса из СНГ, ведь мы хотим стать королями именно русского Твича, не так ли? С американскими зрителями и русскоязычной трансляцией мы вызовем большие подозрения у Твича, и, скорее всего, однозначно потеряем все наши прокси, которые заблокируются площадкой. С ценами на прокси с СНГ и IP-адресами все еще интереснее. Вариативность просто зашкаливает. Где-то можно их арендовать на месяц за 8 рублей за штуку, потратив суммарно таким образом на накрутку 50 тысяч зрителей более 3 миллионов рублей, ведь нам нужно иметь в запасе более 400 тысяч таких проксей. Где-то подешевле, если брать так много, а на более проверенных ресурсах с более качественным ассортиментом еще дороже. То есть в теории более-менее качественная накрутка 50 тысяч зрителей на одной трансляции может обойтись в более чем 1 миллион рублей. При запуске последующих трансляций на этом же месяце намного дешевле, ведь IP-шники и сервера у нас арендованы на месяц. Приходилось бы разве что докупать новые прокси на замену тем, что оказались невалидными или попали в бан. Но вот в новом месяце придется вновь выложить немаленькую денежную котлету. Если же арендовывать прокси на несколько суток, то можно значительно сэкономить и заплатить уже 8-10 раз меньше. Но вряд ли за несколько суток фейковый стример успеет завоевать аудиторию, уж тем более заработать денег на рекламодателях. Конечно же есть вариант использовать и менее качественные прокси, однако это чревато нестабильностью поддержки крупного онлайна и быстрой блокировкой самих IP-шников. Если возвращаться к разоблачению Никоглай в плане накрутки зрителей, напрашивается вопрос, а смог бы тот самый Никоглай, стоящий за ним люди, рискнуть и потратить такие большие деньги на такую достаточно рисковую затею в виде не разовой накрутки, а постоянной поддержки огромного онлайна. Выводы делайте сами, но мне почему-то кажется, что Никоглай его команда вряд ли тратила миллионы рублей на накрутку такого огромного количества зрителей. И постоянную поддержку онлайна, ведь как минимум это очень дорого, рискованно и может быть даже сопоставимо тому заработку, который они в итоге могли бы получить с накрутки статистики рекламодателя. Смысл накручивать десятки, может быть и сотни тысяч зрителей, когда можно накрутить условно 10 тысяч зрителей с меньшими затратами и точно так же лутать бюджет рекламодателей, может быть почти в абсолютно таких же масштабах. Кстати, по поводу лутания бюджета и накрутки статистики для рекламодателей. Как же это работает? Ни для кого не секрет, что одними из самых щедрых и постоянных рекламодателей являются различные казино и букмекерские конторы, однако основной доход инфлюенсеров часто приходит именно с реферальных ссылок, предоставляемых самими предприятиями. Если вы уже поняли, к чему я клоню, то у вас, скорее всего, возник логичный вопрос. Как заставить рекламодателей поверить в вашу публичность и популярность, а самое главное заработать большие деньги, когда все люди на вашем стриме не являются реальными людьми и вряд ли покажут хоть какую-то активность на рекламном сервисе? Все очень просто, вы можете накрутить и эту активность, а взамен получить очень хороший жирный денежный бонус. Существует целая группа накрутчиков, которые во время трансляции создавали шумную активность на сайтах рекламодателей и даже прокручивали там реальные деньги, за что стример получал жирное вознаграждение. Алгоритм действий прост. Для начала регер, тот, кто регистрирует такие аккаунты, получал прокси для нового акка, чтобы его не смогли запалить по родному IP-адресу. С данного прокси он регистрировал аккаунт на онлайн-кошельке и твиче, подписывался на популярных стримеров, ставил реалистичную аватарку и даже фон на свою личную страницу. После этого он отдавал логин-токен от своего аккаунта накрутчикам, чтобы они смогли использовать его в имитации активности чата и переходил по реферальной ссылке с целью зарегистрироваться на платформе и привязать к ней свой твич-аккаунт. Делается все это для прогрева аккаунта, дабы не вызывать подозрения у рекламодателей, которые имеют доступ к просмотру активности своих клиентов и на твиче, и внутри своего сайта. Тогда менеджер каста регеров прислал типичному регеру небольшую сумму денег на только что зарегистрированный кошелек. Всю эту сумму он мог спокойно прокручивать в криптоказино по типу стейк, и именно таким образом создавать активность для рекламодателей. Кстати, на одной из почт таких регеров все еще осталось сообщение от стейка, что в очередной раз подтверждает реалистичность данной схемы. В группе регеров скрины, из которой нам предоставил Алексей Коди, находилось около 50 человек. Поиск работников осуществлялся исключительно по знакомствам, дабы избежать лишних глаз. Естественно, она могла быть не единственной, но даже в ней ребята умудрялись регистрировать по несколько тысяч аккаунтов в день. Платили им за такую работу весьма мало, 10 рублей за одну учетную запись, а сам стример получал огромные деньги, ведь рекламодатели по типу казино верили, что от стримера пришли реальные люди, прокрутили там свои деньги, значит в долгосроке эти клиенты принесут и проиграют намного больше денег. И собственно за это казино и платит стримеру за каждого приведенного активного клиента от нескольких десятков до нескольких сотен долларов. Как вы поняли, фабрика регеров не самое затратное производство. Согласитесь, закинув каждому работнику по 1000 рублей в день, и пускай несколько тысяч на развлечения в онлайн казино, вы точно не разоритесь. Ведь бюджеты, которые выделяют предприятия горного бизнеса на рекламу, исчисляются в миллионах рублей. Итак, давайте подведем краткие итоги нашего сегодняшнего анализа технической стороны накруток на Твиче, и окончательно ответим на вопрос, может ли быть выгодным фейковый стример, как большой продюсерский проект. Мой ответ, да, может быть. Однако это очень рисковая и затратная затея, которая может не окупиться и испортить рынок, что приведет к уходу рекламодателей с площадки Твиче, сокращению бюджета, выплат креаторам, что кстати уже происходит после ситуации с Никоглаем. Накрутка активности чати оказалась дешевой и легкой. Накрутка статистики для рекламодателей тоже дешево в плане реализации, но нужно иметь бюджет на прокрутку депозитов, а также собрать немаленькую команду людей, которая будет всем этим заниматься по вашим гайдам. А вот накрутка зрителей на Твиче оказалась весьма дорогой затеей. Я не верю, что кто-то готов рискнуть и накрутить себе несколько десятков, а то и сотен тысяч качественных ботов. Зрители поддерживают этот огромный онлайн за миллион рублей, если это, конечно, не забавляется какой-нибудь долларовый миллионер, который просто хочет привлечь внимание. Достаточно накрутить до 10 тысяч зрителей, можно лутать по данной схеме почти точно такие же рекламные бюджеты, всяких казино и букмекерских контор, ведь им все равно сколько у вас зрителей, главное, чтобы вы приводили активную аудиторию, которая готова оставлять деньги. А как мы уже с вами это выяснили, это все тоже можно накрутить. Все дополнительные материалы я выложу в своем телеграм-канале, ссылка, как обычно, в описании. Там появятся различные интересные истории и подробности, скорее всего, после выхода этого ролика, все будет публиковаться именно там. Поэтому, если вы хотите быть в курсе этой ситуации, ребята, приходите именно в телеграм-канал, там я буду держать вас в курсе. Друзья, на этом все. Спасибо еще раз большое Алексею Коди за предоставленную информацию, ссылку на его паблик я оставлю в описании. А также спасибо всем специалистам-программистам, которые консультировали нас по вопросам накрутки онлайна. Если вдруг где-то что-то непонятное, или может быть где-то я оказался неправ, обязательно пишите это в комментариях, будем с вами разговаривать, обсуждать и дискутировать. Если вам понравился этот ролик, то обязательно поставьте лайк, напишите свои мысли по поводу всей вот этой истории. Я постарался максимально понятно объяснить техническую часть накрутки на Твиче. Если остались какие-то вопросы, тоже пишите. Обязательно подписывайтесь на канал, покажите это видео с вами друзьям. А с вами был Саня Харчевников, всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok